Меня зовут Ангелина Павловна. У меня был такой момент, что выехожу на сцену, а чувствую, что у меня съемный протез должен вот-вот упасть. Меня такое зло взяло. Я думаю, не пожалею ни денег, ничего, но сделаю рот как положено, чтобы у меня там ничего не выпадало. И вот решилась на это. Решилась, хотя уже возраст. Пациентка пришла и говорит, уважаемый доктор, я артистка, мне нужно петь. Если вы мне сделаете зубы, которые мне это не позволят сделать, хоть они будут самые красивые на свете, даром мне эти зубы не нужны. Поэтому основной мой запрос – я должна петь. И мне нужен был красивый, удобный рот. Вот так и началась наша история знакомства с Ангелиной Павловной. Супруг, между прочим, в интернете нашел эту клинику. Он очень разбирается в компьютерных делах. И даже вместе со мной приезжал на лечение, поддерживал меня. Вот я пришла, меня встретила Марина. И как-то вот сумела так найти ко мне подход, что я согласилась. Михею подошел врач. Оказалось, что у нее были съемные протезы, но они были косметические. Опорные коронки разболтались, сломались, выпали. Наш мост тоже уже был несостоятельным. Карии с подкоронками с одной стороны, с другой. И что с этим делать, всем было непонятно. Конечно, было боязно в это кресло садиться, как всем пациентам. Но я взяла себя в руки и сказала, тебе надо, тебе нужен красивый рот, тебе нужно то и то. Он предложил несколько видов лечения, но я решилась на имплантацию. Вы знаете, цена почти всюду одинакова. Вот. Конечно, это непростое лечение, это денежное. Но я выплачивала постепенно деньги. Поскольку у меня муж пенсионер, у нас две пенсии, сын что-то помогал. Поэтому я сразу не вносила деньги, а постепенно. Постепенно, в течение года, разрешили мне вот так платить. Не сразу все, а постепенно, постепенно. И так все вроде, все нормально. Не так уж и много денег. Исходя из той ситуации, что мы видели, самое главное было сохранить человеку дикцию даже на время лечения. По этой причине было удалено, удалены все эти 6 зубов, установлено 5 имплантатов, изготовлена временная конструкция с опорой на эти 5 имплантатов. Это немножко больно, но все делается под анестезией. И все, боль проходит. Немножко надо потерпеть, да. Не могу сказать, что не больно, да, немножко больно, но красота требует жертв. Перед тем, как делать какую-либо работу, мы сняли слепки с тех зубов, которые были у пациентки, отсканировали их. И ту временную конструкцию, которую мы делали, фактически являлась точной копией по форме тех конструкций, которые у нее были до этого. Мы повторили вот эти коронки, мы повторили передний протез, чтобы наша дикция была не нарушена. А уже исходя от этого, мы потихоньку начинали уже ее оптимизировать, удостоверившись, что нам удалось добиться необходимого условия, а именно сохранения дикции. Пока заживали эти ранки после удаления зубов, вот все надо было выдержать. И я выдерживала, никуда не спешила. Изначально мы планировали сохранение вот этих двух имплантатов, вот этот наш мост, и изготовление новых передних шести коронок на передних двух имплантатов. Это, в принципе, полностью закрывало все наши вопросы. Но оказалось, что пошло ухудшение в контексте ранее установленного имплантата, и крайне плохо себя начал чувствовать мост с этой стороны. И все затерпимо. Вот когда врач сказал, тогда я и приходила. Не то, что я там хочу, когда хочу. Мне никуда не спешить. Все шло своим чередом. Но в то же время мы не могли рубить с плеча, потому что у нас была важная доминанта. Поэтому мы сняли этот мост. Причем не сразу сняли, а убрали вот эту навесную часть и поставили имплантат вот сюда. Имплантат был установлен с небольшим дистальным наклоном, с таким расчетом, что если вдруг этот имплантат выйдет из строя, эти зубы покажут себя не самым лучшим образом, мы сможем реализовать конструкцию Ол-Инфо на нижней челюсти. Собственно говоря, так и случилось. После операции ничего не болело, все заживало своим чередом. Я приходила на осмотры. Все постепенно. Михеев делал то, что ему положено было делать. Пришлось носить временный протез, пока заживал низ. Надо было верхний временный протез носить. Время, конечно, должно проходить, когда имплантация. Надо, чтобы эти ранки заживали, чтобы потом эти импланты туда умонтировать. Надо, чтобы прошло время немножко. После того, как имплантаты все прижились, интегрировались, мы обеспечили пациентку финальной версией временных конструкций. На них мы доработали все звуки «эс», глухие, свистящие, шипящие, чтобы не было даже намека на плохую дикцию. Когда шла примерка, конечно, Александр Александрович показывал мне, что мне более приемлемо, какой протез. Тот, тот, тот. И вот то, что у меня сейчас во рту, мне это понравилось. Зубы как свои. И каждый раз, когда мы пациентке предлагали тот или иной вид протеза, мы их прикручивали, ставили. Она брала одну ноту, вторую. Потом шла домой и говорила, да, меня это устраивает, мы на этом останавливаемся. Время, конечно. В течение года. Это была верхняя челюсть, потом нижняя челюсть. Надо было, конечно, потерпеть и пищу соответственно, кушать жидкую, нетвердую. После того, как мы полностью доработали все эти нюансы, мы сделали ей постоянные конструкции. Ой, вы знаете, я вообще всем показывала эту улыбку. Ну, как всем? Ну, не очень-то своим хористам я не показывала ничего. Ну, а сыну, невестке, мужу, они говорят, о, у тебя как будто свои. Потому что у меня не керамика, а циркониевый какой-то материал из циркония сделан. Они зубы как свои получаются. Кто посмотрит, говорит, ой, у тебя как свои зубы. Ангелина Павловна очень положительный человек. Каждый раз, когда она приходит в клинику, клиника просто сияет. Она поет, нам распевает романсы. И это такой небольшой праздник среди вот нашего серьезного процесса именно лечения. Поэтому мы ее всегда рады видеть. И стоит отметить, что она большой молодец, что регулярно она посещает нас, делает осмотры. Они не занимают там больше пяти минут, они бесплатные. Но, тем не менее, мы все контролируем, чтобы не было никаких сложностей и проблем. Дай бог ей здоровья, чтобы у нее и дальше было все в порядке. Благодарю их за все, за то, что они сделали. Я их не забываю, я их поздравляю. Вот уже три года у меня красивый рот. Я пою без всяких проблем и довольна лечением. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok